Спасибо. Так, что он от меня хочет в местное использование? Я пытаюсь разобраться с элементами управления. Спасибо. Участники сидят, пьют чай. Да, да, да. Я понимаю, что мы их называем. Вы запустили демонстрацию экрана. Можно еще убрать зону предварительного просмотра. Вот, все отлично, все видно. Кажется так, да? Не нормально слышно? Видно и нормально не слышно. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я очень рад приглашению выступить на этой школе. Очень благодарен организаторам и очень рад приветствовать всех участников. У меня необычное название сегодняшней лекции – эволюционная физиология сознания. Как я написал в тезисах, постановка вопроса об эволюционной физиологии сознания может показаться странной. Одно дело еще эволюция сознания, биологическая эволюция сознания. А если к этому еще прибавить эволюционную физиологию, то сочетание, мне кажется, никогда не звучало таким образом. И тем не менее, моим тезисом будет, что этот вопрос был поставлен самим автором эволюционного учения об естественном отборе, который посвятил поискам ответа на него, как нам становится все больше и больше ясно, особенно после публикации расшифровки его записных книжек, значительную часть своих исследований после публикации и выхода происхождения визов. Кроме того, я буду утверждать, что этот вопрос продолжает традиция отечественной эволюционной физиологии, в частности, эволюционной физиологии высшей нервной деятельности. Поэтому не странно. Но проблема на протяжении более полутора веков заключалась в том, что во времена этих исследователей, во времена Дарвина, его учеников, во времена наших выдающихся исследователей высшей нервной деятельности. Организм в процессах борьбы за существование и естественного отбора был физиологически непрозрачным. Что это значит? Это значит, что самые критические моменты, в которых оценивались физиологические и нейрофизиологические интеграции, приводившие к преимуществам или недостаткам в борьбе за существование, то есть, являвшиеся объектом внимания естественного отбора, а, соответственно, и их состав, их развитие, были недоступны для исследователей 19-го и значительной части 20-го века. Дарвин фантазировал об этом. Он очень рассчитывал, что Романос, который был физиологом, которому Дарвин символически передал свою мантию, как бы назначил своим наследником, сможет разобраться в этих вещах. Но физиология конца 19-го века не позволяла заглянуть внутрь организмов, тем более в естественных условиях или моделях естественных условий борьбы за существование и понять, какова физиология этих процессов. И мы знаем, что даже несколькими десятилетиями позже, во времена Павлова, ему пришлось использовать секрецию и вызванную условными рефлексами секрецию, как внешний физиологический показатель объективного исследования высшей нервной деятельности. А вмешательство и заглядывание в мозг в основном были ограничены разрушениями тех или иных областей мозга в процессах исследования условных рефлексов. Это была проблема. Но в современной нейробиологии это препятствие в значительной степени преодолено. И мы можем наблюдать, что происходит внутри нервной системы в процессах адаптивных соотношений организма со средой. То есть, что замечает естественный отбор и как эти структуры могут эволюционировать. И я пройду сегодня по этим основным пунктам своих тезисов. У меня будут две вводные цитаты ко всей этой лекции, которые я позаимствовал у гениального биолога XX века Джеральда Эдельмана. При приближении к концу XX века он писал в одной из своих книг, посвященных биологии развития. «Моя главная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание даже экспертов в области биологии. к тому факту, что теоретический каркас, в рамках которого мы предприняли усилие понять биологию, в радикальной степени не завершен». Эта ситуация остается острой и на сегодняшний день. Я буду это утверждать. И продолжая эту мысль и определяя, что является загадкой внутри биологии, он писал «Триада взаимосвязанных проблем. Развитие формы морфогенез, эволюция формы и морфологические основы и функциональные основы поведения охватывает главные неразгаданные тайны биологии». Это очень необычное и широкое заключение. В нем он связывает морфогенез в развитии и морфогенез в эволюции с морфологией, морфологическими основами, функциональными основами поведения. Вещи, которые в традиционной биологии развития или эволюционной морфологии обычно не ассоциируются. Так же, как и те, кто исследует нервные основы поведения, редко переходят в границу морфологической эволюции и эволюционной физиологии. И, тем не менее, именно эта связь составляет по тезису Эдельману и моему тезису «Главную неразгаданную тайну биологии». Я добавлю, что, на мой взгляд, блестящие по методам глубине проникновения современные исследования в области нейробиологии высшей нервной деятельности, психики, обучения и памяти не сильно затрагивают эту триаду вопросов. Там совсем другие механизмы. Люди их не изучают. Ну, посмотрим. Итак, первый тезис. Несмотря на странность кажущегося утверждения вопроса и проблемы эволюционной физиологии сознания, этот вопрос был поставлен самим Дарвином. Когда в конце 80-х годов в Кембридже расшифровали дневники в Кембриджской библиотеке, хранившиеся все эти десятилетия, Дарвиновские, то стало ясно, насколько глубоко и с самого начала он задумывался над эволюционными основами происхождения разума и сознания, то есть ментальных, психических функций. Одна из первых записей его в записной книжке М, когда ему пришло в голову решение алгоритма эволюционного происхождения видов теории естественного отбора, была следующей. Происхождение человека теперь доказано. Метафизика должна теперь процветать. Тот, кто понимает бабуина, сделает больше для метафизики, чем лог. Он имел в виду высшую нервную деятельность. То, каким образом биологическими механизмами развивается разум и сознание. Но то, что Дарвин сделал в этой теории, было воспринято многими с большим критицизмом. Почему? По сути, Дарвин убрал этой теории, дав естественное объяснение механизмов происхождения разнообразия видов и сложностей их строения. Убрал разум с большой буквы из объяснения природы живых систем. То есть, убрал творца. Но целый ряд людей, в том числе, видимо, самый блестящий критик Дарвина 19 века, Самуэл Батлер, обратили внимание на другое. Что, заменив механизмы эволюции на бездумный, автоматически работавший сотнями миллионов лет алгоритм естественного отбора, он убрал и роль психики, разума, поведения из эволюции. Образно выражаясь, Батлер написал, что теория естественного отбора Дарвин вышиб мозги из природы. Убрал роль мозга, поведения, высших функций психики в эволюционных процессах. Дарвину это было заметно. И в действительности, как я уже говорил, всю вторую часть своей жизни он обращался к этим вопросам. его идеей наследования приобретенных признаков, которые он постепенно все больше и больше склонялся с годами, была идеей роли поведения в эволюционном процессе. Его теория пангенеза, когда он предложил гипотезу, как приобретаемые в результате поведения опыта, практики, обучения, признаки, способны передаваться по наследству за счет маленьких молекул, геммол, попадающих в половые клетки и менять свойства поведения потомства, была посвящена этому. Теория полового отбора была связана с факторами поведения в эволюции. Его книги «Происхождение человека» и о выражении эмоций у животных и человека были посвящены роли поведения и высших функций мозга. Его последняя научная работа об интеллекте червей и роли поведения их обучаемости, интеллектуальном поведении тоже обращалась к этим вещам. Он систематически, убрав разум с большой буквы из природы, теории естественного отбора, искал способы вернуть разум, естественный разум в природу. Первое, чтобы понять то, каким образом возникают эти свойства мозга, разум и сознание. С другой стороны, чтобы объяснить, какова может быть роль этих факторов в эволюционном процессе. Его коллега и сооткрыватель принципов естественного отбора Уолос считал, что разум не может быть объяснен за счет естественного отбора и собирался опубликовать эту тему в статью. Дарвин, когда узнал об этом, написал Уолосу письмо, в котором он просит его не делать это. И говорит, я надеюсь, что вы не убьете этой статьей наше с вами общее дитя. Он был уверен, что есть законы в рамках эволюционных правил и закономерностей, которые приводят к закономерному возникновению разума в природе. И если это сделала природа, то мы должны и можем найти объяснение, как это было сделано. То есть, понять это вслед за тем, что сделала природа. Это было в значительной степени пафосом наших отечественных традиций в физиологии. Начиная с Ивана Михайловича Сеченова, который настаивал, он был первым из физиологов мира, который считал, что психические функции можно выразить и объяснить, исследуя физиологические процессы. Мы, наверное, многие помним, что Иван Михайлович Сеченов был переводчиком работ и трудов Дарвина на русский язык. Если вы посмотрите издание «Происхождение человека», по-моему, «Выражение эмоций у животных и человека», они переведены были Сеченовым. его книга «Элементы мысли», эссе и книга в значительной степени – это разбор эволюционных механизмов высшей нервной деятельности. Леон Абгар Чарбели считал, что изучение условных рефлексов открывает нам пути к функциональной эволюции нервной системы. За счет чего? За счет того, что готовые координационные соотношения, с которыми мы родимся, образовывали в течение тысячелетий по тем же основным законам, по которым образуются новые условные координационные отношения в течение недель, а иногда и дней, и часов в нашей индивидуальной жизни. Это его знаменитая гипотеза 23-го года. Это значит, что у физиологов может быть инструмент, изучая то, каким образом формируются новые элементы высших функций высшей нервной деятельности, новые навыки, новый опыт, понять в очень свернутом времени и в условиях возможности наблюдения некоторые принципы того, как это происходит и в течение миллионов лет эволюции. Это был трюк Арбели, если хотите. Но проблема заключалась в том, что заглянуть в физиологию этим выдающимся исследователям не удавалось. Выяснить, как материя мозга рождает субъективное явление, основная задача высшей нервной деятельности, можно было только коррелиативными связями. Очень хорошая книга Тодоса «Иван Павлов. Русская жизнь в науке». И он, как вы знаете, Тодос, Дэниел Тодос, писал ее больше 25 лет, провел очень много времени в архивах Академии наук в Санкт-Петербурге. И в книге содержится очень много деталей о том, как Павлов стремился, как мучительно сложно было заглянуть внутрь нервной системы, но как его интересовали именно функции того, как материя мозга рождает субъективное явление. Сегодня эта задача является предметом, с одной стороны, клеточных и молекулярных, а с другой стороны, системных исследований деятельности мозга. Очень популярное выражение, которое встречается еще в начале XX века в работах ряда исследователей. Вы можете проследить. Оно было широко обсуждаемо в 60-е годы у нас в литературе по исследованию сознания и физиологии высшей нервной деятельности. Это выражение «нервные крыльяты сознания». На Западе его почему-то приписывают Фрэнсису Крику и Криштофу Коху, где они использовали это выражение в своей статье 1990 года. Действительно, они популяризировали эту идею. И сейчас существуют сотни работ, посвященных поискам нервных крыльятов сознания. Что и как здесь делается? У Павлова была мечта или фантазия. В 2013 году, рассуждая о том, что такое сознание, он написал «позвольте мне в коротких словах передать вам, как мне представляется физиологически то, что мы обозначаем словами «сознание» или «сознательное». А дальше он предлагает такой мысленный эксперимент. «Если можно было бы видеть сквозь черепную крышку, и если место больших полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на думающем, сознательном человеке, как по его большим полушариям передвигается… Я не буду дальше продолжать. Идея сделать мозг и череп прозрачным». Вот современные методы в значительной степени позволили осуществить эту мечту Павлова, а значит, начать исследовать организм, являющийся физиологически прозрачным во время этих процессов, в том числе связанных с адаптацией организма к окружающему миру. Один из подходов разработали мы, и он базируется на сочетании двух вещей. С одной стороны, новые молекулярно-биологические геноинженерные методы и технологии, в которых мы используем молекулы, позволяющие визуализировать пластические когнитивные процессы. А с другой стороны, набор методов оптики, лазерной физики, микроскопии, которые в сочетании с первым набором позволяют заглянуть внутрь. И, по сути, мы сегодня можем с помощью этих инструментов генетически захватывать, визуализировать и управлять когнитивными нейронными сетями головного мозга. Все слова здесь важны. Мы можем, с одной стороны, подсматривать, а с другой стороны, подвергать их каузальному анализу. То есть, задавать вопрос, а что, если мы затормозим или активируем эти клеточные ансамбли? Что будет происходить на уровне соотношения организма с окружающим миром с когнитивной спецификой? Ну, подход был основан на том, что большинство существовавших в 80-е годы методов использовали электрические методы подглядывания за работой нервных клеток или стимуляции. Но они имеют свои ограничения. Мы двинулись другим путем, подсказанным тем, что нам удалось обнаружить гены, работающие в нервной системе в момент, когда организм, взрослый организм сталкивается с новыми когнитивными ситуациями, которые для него, я подчеркну, для него субъективно, для этого организма с этим опытом являются новыми и неожиданными. Иначе говоря, в которых опыт, субъективный опыт, является интерфейсом-медиатором между средой и активностью организма. И оказалось, что мы можем увидеть, как клетки, которые генерируют эту новую когнитивную информацию, светятся в мозге за счет того, что они экспрессируют набор генов, необходимых этим клеткам. Чтобы запомнить эту новую информацию, то помимо большого количества сетей мозга, работающих в регулярном стандартном режиме, те нейроны, здесь показана одна такая клетка, которые вовлекаются в новую конфигурацию, связанную с новой единицей опыта, с новым квантом знания, оказываются помечены с помощью этих маркеров. И мы нашли способы визуализировать их разным образом. Это доклад, который я делал в Ленинграде в 1989 году, когда мы только это обнаружили. Но сейчас мы используем для этого не те методы 80-х годов, которыми мы начали работать, а методы, где мы генно-инженерно под промоторы генов, включающихся в этих клетках, ставим флюоресцентные гены флюоресцентных белков. Таким образом, что мозг, который был активирован новым опытом, буквально это контрольное животное, это трансгенная мышь, начинает светиться. Собственно, то, что имел в виду в своей метафоре Иван Петрович Павлов. Если бы это было прозрачно и мы могли бы видеть, то мы бы увидели такой процесс. Проблема, конечно, в том, что если просто, как мы здесь сделали, осветить мозг мыши после этого опыта определенной длиной волны, то это будет расплывчатое облако, не позволяющее увидеть возбужденные клетки, которые видны только на срезах. Поэтому мы разработали методы оптического просветления мозга. Не буду останавливаться на этом. Вот мозг новорожденной и взрослой мыши до просветления, а это после инкубации определенных растворов, делающих их на 97% прозрачным. Здесь мозг лежит, вот вы можете видеть некую туманность. Мы разработали вместе с нашими коллегами-физиками из Института прикладной физики системы, которые новые методы микроскопии, которые позволяют визуализировать целый мозг с клеточным разрешением в просветленных таких условиях и визуализировать те клетки, вот здесь они зелененькие, которые активируются в мозге. Здесь показан маленький фрагмент мозга, где экспрессируются нейроны, синтезирующие зеленый флюоресцентный белок. Этот мозг был нами просветлен и визуализирован с помощью этой методики микроскопии плоско-лучевой, и вы видите, что это позволяет увидеть все нейроны в этом участке, вплоть до их апикальных дендритов и даже аксонов. На самом деле это маленький кусочек, вырезанный вот из этого изображения, которое здесь показано на меньшем увеличении, это весь передний мозг мыши, и каждая зеленая точка здесь это отдельная нервная клетка, экспрессирующая зеленый флюоресцентный белок. Мы можем увидеть всю систему, весь ансамбль клеток. Мы можем увидеть ее, как показано здесь, после эпизода обучения у животного. Это мышь, которая обучалась в Павловском условном рефлексе замирания. И мы можем реконструировать эту сеть нейронов, которая вспыхивала в момент приобретения нового субъективного опыта. И вот в этом эксперименте с условно-рефлекторным замиранием, который обучение занимает около 90 секунд, мы знаем, что около миллиона нейронов в мозге мыши активируется в ответ на это. В самых разных областях мы можем посмотреть, где это происходит. Мы можем смотреть на это, сравнивая здесь показаны нейроны коры головного мозга, и два из них не экспрессируют этот ген. А это нейрон, который в момент обучения экспрессировал этот ген СИФОС, и мы можем исследовать и на тонком клеточном уровне. Здесь помечены различные дендриты этого нейрона. Что происходит пластически с нейронами, которые вовлекались в обучение по сравнению с соседними нейронами, получавшими очень схожие синоптические входы, но не включившимися в приобретение нового опыта. Мы используем для этого методы... Все, что я рассказывал, было экс-виво. То есть это можно сделать только после смерти животного. Мы можем как бы остановить кадр этого ансамбля, потому что он оставляет след в ядре нейронов, вовлекавшись туда. Но в последние годы мы работаем также и с прижизненной визуализацией этого, используя, не буду останавливаться, здесь достаточно сложные технологии с двойными трансгенными животными, которые позволяют пометить клетки, работавшие в момент, когда животное сталкивалось с каким-то новым опытом, и дальше в течение всей жизни. Они будут помечены. Вот эта мышь проходила эпизод обучения. Потом через некоторое время мы начали смотреть, что происходит в ее мозге с помощью двухфотонной микроскопии. И здесь показаны отдельные нервные клетки, которые пометились пожизненно, которые были связаны с конкретным опытом. Мы можем задавать вопрос, помещая это животное вновь и вновь под микроскоп, как эти клетки с индексированным когнитивным опытом ведут себя в других ситуациях. Например, вот здесь показаны клетки, которые зеленые, это активирующиеся на один условный сигнал, а красные на другой условный сигнал, и те, которые активируются на оба сигнала. Мы можем смотреть за динамикой того, что происходит в дендритах и шипиках этих нейронов в результате обучения, возвращаясь все время к одному и тому же стеку помеченных нейронов. Ну и, наконец, еще один подход. Мы можем эти клетки намеренно стимулировать оптогенетически, имплантируя в них не флюоресцентные белки, а канал аэродопсины, фоточувствительные каналы. И здесь стимуляция этой мышки у нас вызывает, в данном случае это моторная кора, активацию движения в противочасовой стрелке каждый раз, когда мы активируем эту группу нейронов. То есть, делать каузальный анализ. В мозг я не рассказал еще очень многих новых методов и подходов, которые сегодня используются во всем мире, помимо того, что мы делаем. Некоторые из них такие, как двухфотонный или плосколучевой имиджинг на мальках, рыб, аквариумных, зебра, фиш, позволяют визуализировать все нейроны, всей нервной системы прижизненно. Если я показывал, как это можно сделать в мозге мыши постмортом, то это можно делать и динамически. В том числе в те моменты, когда этот малек, закрепленный в агаре, учится различным вещам, реагирует на те или иные стимулы, которые связаны с пищей и его охотой, и на условные сигналы. Как теперь вернуться к вопросу об эволюции, имея эту физиологическую прозрачность? Мы не разберемся с проблемой сознания, если не обратимся к эволюционным вопросам. «Какие есть подходы и инструменты?» Мой тезис будет здесь усложняющий, а не упрощающий ситуацию. Я буду утверждать, что для того, чтобы понять сознание, мы должны получить решение в теории и в экспериментах, которое дает выход из кольцевой ловушки. Что такое кольцевая ловушка? Я обозначаю этим термином то обстоятельство, на которое указывал Эдельман в моей вводной цитате, что три проблемы – эволюция и эволюционная морфология нервной системы, эволюция формы в антогенезе и поведение тесно связаны друг с другом. И логически из этого может следовать два вывода. Один из них – это блестящая метафора Роберта Галамбаса, высказанная им на одном из симпозиумов по мозгу и поведению. Он сказал, что можно доказать, что следующие три проблемы – как нервная система организуется во время эмбриогенеза, как она действует, обеспечивая врожденные реакции каждого вида, то есть, безусловные рефлексы попало, и как она реорганизуется в конце концов в результате воздействия жизненного опыта, тесно связанной между собой. То же самое, обратите внимание, о чем я говорил несколькими секундами раньше, и то же самое, о чем говорил Эдельман. Какой вывод делает Галамбас? Если эта мысль правильна, то решение любой из этих проблем будет означать, что ответ на остальные упадет в наши протянутые руки, как спелое слива. То есть, неважно, с чего начать, или надо выбрать самое удачное начало, но решив одну проблему, она потянет за собой. Мы поймем решение двум остальным проблемами. Вот мой тест от циркулярной или кольцевой ловушки говорит, что нет. Проблемы, как нервная система организуется во время эмбирогенеза, как она действует, обеспечивая врожденные реакции каждого вида, и как она реорганизуется в конце концов в результате воздействия жизненного опыта, тесно связаны между собой и образуют кольцевую ловушку. Это означает, что решение любой из этих проблем невозможно без предварительного ответа на остальные. Чтобы понять, как нервная система организуется во время эмбирогенеза, мы должны понять закономерности морфологической эволюции, потому что формирование нервной системы в эмбирогенезе есть результат эволюционных процессов. Чтобы понять, как она действует, обеспечивая врожденные реакции каждого вида, мы должны понять, как она организуется во время эмбирогенеза. Чтобы понять, как она реорганизуется во время эмбирогенеза. Чтобы понять, как она реорганизуется в результате обучения, мы должны понять, как она действует, обеспечивая врожденные реакции. Обучение, личный опыт, субъективный опыт начинается поверх существующих интеграций, обеспечивающих врожденное поведение, безусловные рефлексы. И в конечном счете это замыкается само на себя. Если мы не поймем, это была проклятая проблема для Дарвина, и он обращался к ламаркизму. Если мы не поймем, какова роль обучения и поведения в эволюции, мы не поймем эволюции нервной системы и эволюции способностей развития мозга. Они все, каждый из них ведет к предыдущей. Выход должен быть дан как единая теория, решающая эту проблему. Нет надежды, что мы одну решим по-настоящему, не зная другое. Я думаю, что в истории биологии 19-20 века был целый ряд людей, которых я условно называю рыцари кольцевой ловушки. Они попадали в эту ловушку каждый раз по-разному. В нее можно войти, изучая, например, эволюционную морфологию или законы эволюции и понимая, что они связаны с законами эмбрионального развития. Можно понять, изучая механизмы обучения пластичности и сталкиваясь с этим, понимая, что их не понять, условные рефлексы не понять, не понимая безусловных рефлексов. Безусловные рефлексы не понять, не обратившись в эмбриогенез и развитие нервной системы. И у ряда исследователей можно проследить в истории их работ, как, начиная с одного, они переходили на другое, и как они логически прослеживают. Не обязательно осознанно эту зависимость. И начинают обсуждать вопросы все более и более отставленные от их первого интереса. Ну, вот два таких замечательных наших отечественных эволюциониста, которые занимались и эволюцией морфологии, и индивидуальным развитием, и эволюцией психики. Статья Алексея Николаевича Северцева «Психика и эволюция», и физиологии организма в развитии Ивана Ивановича Шмальгаузена. Мне очень нравится эта информация. Леон Абгарович Арбелев, безусловно. Петр Кузьмич Анохин. Целая плеяда замечательных, глубоких российских людей, которые были рыцарями этой циркулярной ловушки. Теория стабилизирующего отбора у Ивана Ивановича Шмальгаузена и у его коллеги английского Конрада Одингтона, который в это же время почти независимо, видимо, не зная работ Шмальгаузена, назвал эту гипотезой генетической асимуляцией. Это то, что я хочу обсудить сейчас. Это эпигенетическая теория эволюции. Чем она отличается от генетической? Александр Александрович Нейфах, наш тоже замечательный биолог развития, сформулировал принципы генетической теории следующим образом. Не вызывает сомнений, что эволюционные изменения всегда, подчеркну, всегда начинаются с изменений генетических, которые, изменяя ход развития, реализуются в фенотипе. Это догматическая классическая генетическая теория эволюции. Шмальгаузен задолго до этого писал. Не изменения генотипа определяют эволюцию и ее направление. Контра Нейфах. Наоборот, эволюция организма определяет изменения его генотипа. Может показаться, что это очень туманное определение. Как эволюция организма определяет изменения его генотипа? Как механистически, как физиологи, или как генетики, или как морфологи, мы можем понять эту фразу. Попробуем посмотреть. Еще одна формулировка, приближающая нас к пониманию того, что имел в виду Шмальгаузен и что происходит. Отбор сравнивает неполезные признаки, а целостные функциональные системы. Неполезные признаки, а целостные функциональные системы. Это в те моменты, про которые я говорил, что предыдущим поколениям они не были прозрачны. Вот в этот момент, когда происходит отбор одних, а не других индивидов в борьбе за существование, оцениваются целостные функциональные системы. Так что его итогом отбора является переживание тех, чья норма наиболее адаптивна. Функциональные системы он цитировал в теории функциональных систем Петра Кузьмича Анохина, с которым они были близки, дружили и обменивались идеями в 30-е и 40-е годы. Что это означает? Это означает, что в отличие от генетических теорий эволюции, где есть развитие, определяемое генами, и дальше на организм, закончивший развитие, действует естественный отбор. Есть еще кусок, который в организмах с нервной системой особенно выражен, что поверх развития есть некоторая фаза формирования индивидуальных адаптаций этим организмам в виде тех или иных функциональных систем. И их и замечает естественный отбор. Функциональной системой по Анохину является такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимосодействия, кооперации компонентов на получение фокусированного полезного результата. Вопрос, если это сложная интеграция, на которую действует отбор, которую замечает отбор, то как, откуда она берется? На этот вопрос была предназначена, для ответа на этот вопрос, по стеория системы генеза, разработанная в 40-е годы прошлого века. Она отвечала на вопрос, не как возникают новые морфологические признаки, то есть морфогенеза, не как возникают и складываются, развиваются органы органогенез, не как развиваются ткани гистогенеза, а как возникают целостные адаптивные координации общеорганизменного уровня, в том числе у организмов с нервной системой, увлекающие десятки областей и миллионы нейронов мозга, которые позволяют организму получить адаптивный результат, заметный естественному отбору. В значительной степени в 40-е годы была разработана теория, которую мы теперь называем теорией первичной системы генеза. Как такие функциональные системы складываются в онтогенезе? Но есть также вопросы того, а как новые функциональные системы формируются за счет процессов обучения фенотипической пластичности, составляя опыт конкретный и необычный для всех других, кроме этого организма. То есть индивидуальный опыт. И сложный вопрос, к которому обращался Петр Кузьмич в 40-е годы, связывая это с теорией стабилизирующего отбора Ивана Ивановича Шмальгаузена. Как в эволюции возникают такие новые функциональные системы? Или как они фиксируются? За счет того, что он считал стабилизирующим отбором или по Шмальгаузену, то есть по Одингтону, генетической ассимиляцией. Итак, первичная система генеза, опережающая созревание функциональных систем и структур навстречу условиям существования вида. То, каким образом, координируясь из разных частей организма, новорожденный организм в момент рождения оказывается предадаптированным к тем экологическим условиям, которые ожидали его на протяжении всех предыдущих поколений истории вида. И этот организм знает, если хотите, что будет происходить и как надо делать в этой среде. Поменяйте среду, поместите этот организм в другие экологические условия. Он будет беспомощен. Но эволюция накопила в его эмбриогенезе набор процессов и механизмов, создающих функциональные системы, точно подогнанные под условия экологического существования данного вида в момент рождения и позже. Были сформулированы принципы этого системы генеза. Я не буду сейчас на них подробно останавливаться. Я только отмечу, я вначале сказал, что современные блестящие тонкие исследования развития мозга, обучения пластичности практически не затрагивают этих фундаментальных механизмов. Одним из центральных, в которых являются процессы гетерохрании в развитии, причем системной гетерохрании. Это слово сегодня часто довольно используется морфологами, занимающимися биологией развития или эволюционной морфологией. Но практически нейробиологи, нейробиологи поведения, обучения, развития нервной системы поведения, к этим концепциям не обращаются. По мнению Анохина и по моему убеждению, без обращения к механизмам гетерохранного развития и гетерохранных сдвигов в эволюции развития, нам не понять механизмы формирования этих сложных координационных соотношений, как определял их Леон Абгар Чарбели. Дополнительный кусок. Это первичная система ГНС. Но в конце 70-х годов двое учеников Петра Кузьмича, Вячеслав Борисович Швырков и Константин Викторович Судаков предложили практически одновременно, независимо, что есть также вторая область исследований процессов. Это вторичная система ГНС, так как мы его сейчас определяем. То формирование новых поведенческих интеграций за счет обучения тоже протекает по законам системы ГНС. Их можно исследовать. И, наконец, третий механизм. Как происходят эволюционные формирования таких сложных координаций, связанных с высшими функциями нервной системы, с поведением, разумом, психикой. Предположение. По сути, это предположение, гипотеза, которую я здесь высказываю. Она развивает и взгляды Анохина, и взгляды Шмальгаузена. Допустим, что на организм в каком-то участке его онтогенеза действуют какие-то факторы проблемной среды. Это может быть сразу же в момент рождения, это может быть в юном организме, это может быть в более взрослом организме. Важно, что это стабильные факторы экологии, которые встречаются на онтогенетической траектории организмов этого вида на протяжении тысяч поколений. Если эта проблемная среда когда-то возникала впервые, то организмы, имеющие фенотипическую пластичность нервной системы, способны адаптироваться к ней за счет создания новой функциональной системы, вторичного системы генеза. Новая интеграция, которая позволяет этим животным преодолеть эту проблему и достичь результата, замечаемого естественным отбором. Если этот фактор начинает действовать на протяжении большого количества поколений, то генетические вариации, присутствующие в популяции, могут постепенно быть захвачены этой интеграцией, так что некоторые из представителей особей данного вида имеют связи, элементы, контакты, которые похожи на ту интеграцию, которая вначале складывалась только за счет обучения. Это означает, что эти вещи возникли когда-то в индивидуальном развитии до начала действия этого фактора. К чему это может привести? К тому, что найти этот способ решения, сложить эту интеграцию, у данного организма может занять чуть меньше времени, усилий, чем у организма, который не имел этой генетической предрасположенности действовать таким образом. Это будет замечено вновь естественным отбором. Если этот процесс будет продолжаться на протяжении многих поколений, то мы будем иметь такую гетерофункциональную систему, где часть из элементов формируется за счет обучения, а все большая и большая часть складывается за счет накапливавшихся генетических изменений, меняющих развитие и как бы подготавливающих физиологию и анатомию этого организма к обучению в постоянно действующем факторе внешней среды, сводя это обучение все к меньшему и меньшему компоненту. У этих организмов значительная часть этого поведения будет врожденной в момент перед действием проблемной среды. Она почти консолидирована, эта система, но первые достижения результата всегда будут приводить к дополнительному доучиванию. То есть это почти безусловный рефлекс с некоторой шапочкой доучивания, которая нужна для того, чтобы организм конкретно адаптировал к этим условиям конкретной передачи. Этот процесс и представляет, согласно нашим взглядам, генетическую ассимуляцию функциональных систем или стабилизирующий отбор по Шмальгаузену. В морфо-физиологическом выражении это означает, что если в момент первого столкновения с этими факторами среды у предков этих организмов это был синхронный системы генез, это элементы, которые должны были за счет взаимосодействия достижению результата, установить интеграцию и консолидировать ее за счет синхронной активности, то постепенно это переходит в гетероохромную систему генез, где многие механизмы изменения развития на протяжении эволюции в разных временах эмбриогенеза дают эти закладки, постепенно подготавливая интеграцию к этому адаптивному действию этой адаптивной функциональной системы. В этом смысле генетическая ассимиляция функциональных систем переводит вторичные функциональные системы в первичные или синхронные системы генез, экстренно возникающие как адаптацию на стрессовые экологические задачи, в гетероохромные, которые ведут к опережающему созреванию этих компонентов навстречу будущим экологическим условиям. При этом приобретенный компонент в таких адаптивных интеграциях с ходом эволюции уменьшается, но, как я говорил, всегда небольшой кусочек остается. А врожденный компонент возрастает. Но в значительной степени большинство функциональных систем, подвергнутых такому процессу эволюции, являются не полностью ни врожденными, ни приобретенными. Поэтому становится, в общем, я думаю, понятно, что имел в виду Леонавгарович, хотя у него не было буквально таких сердцевских или шмальгазановских наработок в области эволюции морфологической. То, что мы называем условными и безусловными рефлексами, мы есть лишь крайние представители длинного ряда рефлекторных деятельностей, среди которых мы находим такие, которые нельзя с достаточным основанием отнести никто ни к другой группе. То есть мы наблюдаем в большинстве случаев вот эти края в разной степени. В обобщающей схеме эволюционного цикла, по сути, являющейся попыткой Петра Кузьмича Анохина выйти из кольцевой ловушки эволюционной, он отражал вот этот механизм закономерного возникновения, когда внешняя среда через факторы существования приводит к тому, что происходит формирование новых функциональных систем, как структурных комплексов. В ходе эволюции это преобразует эмбриогенез, вызывая гетерохранией роста, направленной на созревание системных механизмов, дающих функциональной системы у следующих поколений, подготовленные навстречу факторам этой окружающей среды. Здесь я просто раскрасил эти картинки. Так что, в отличие от генетической теории, мы можем сказать, что разум и сознание, нервная система пластичности обучения играли не только были объектом эволюции, но и играли очень важную роль в эволюции, в морфологической эволюции. Не только нервной системы, кстати, но и анатомической. Так что, сложные адаптивно-морфо-физиологические интеграции постепенно приводили к тому, что физиология влияла на эволюцию, а эволюция за счет гетерохранией эмбрионального развития подготавливала физиологию к факторам окружающей среды. И мой тезис заключается в том, что сознание и механизмы сознания в качестве программы будущих исследований являлись одним из таких факторов адаптации. Если бы у субъективного опыта, эмоций, оценок результата, вредности и полезности в тех или иных поведенческих актах не было бы каузальной роли в организации функциональных систем, вписываясь в те или иные фазы функциональной системы, они не были бы замечены эволюцией. Значит, наши физиологические исследования даже в экстренно складывающихся интеграциях, о чем писал Леон Абгарович Арбели, выработке условных рефлексов, должны найти те механизмы и те места, где эти процессы, которые теперь нам прозрачны в исследованиях нервной системы, оказываются факторами повышения адаптивности или результативности поведения. И, в общем, может быть, не так сильно ошибался Деярд Де Шарден, когда высказывал свою крамольную мысль, что жизнь – это эволюция сознания, завуалированная морфологией. Судя по тому количеству генов, которые в нашем организме работают для создания и обеспечения нервной системы по сравнению с другими органами, эволюция все время отбирала процессы, связанные с работой головного морфа. Спасибо за внимание. Спасибо, Константин Владимирович. Коллеги, вопросы? Так, есть первый вопрос? Первый вопрос в чате. Нет, вас не слышно. Можно ли найти презентацию Константина Владимировича в открытом доступе? Я пришлю. Спасибо. Так, коллеги, еще вопросы? Если разрешите задать вопрос? Да, конечно. Константин Владимирович, у меня вопрос по поводу генетической ассимиляции функциональных систем. Вот если можно вернуть, ну, какой-нибудь из слайдов, где это было изображено. Я вот не очень поняла, почему происходит так, что в ходе эволюции появляется как бы все больше и больше ну, как бы нервных сетей, на основе которых легче сформировать подходящую функциональную систему. Почему, грубо говоря, синих точечек на этой схеме в процессе эволюции становится больше? Вы не могли бы еще раз как-то это прокомментировать? Ну, смотрите, есть публикация организма, которые смертались в некоторых новых стрессовых условиях. Может быть, им не хватает пищи, может быть, изменился уровень воды в водоеме, температура, им нужно регулировать свое поведение, терморегуляторные, самые разные вещи, которые для разных животных могут составлять проблемы. Есть эта популяция. Для этих организмов с нервной системой это стрессорная ситуация. Многие из них погибнут, пытаясь адаптироваться к ней. Но в условиях этого стресса участие из этих животных за счет процессов проб и ошибок сформируются какие-то из решений, позволяющих им справиться с этой проблемой. Это требует времени. И время – это невыгодная вещь в условиях естественного отбора. Лучше иметь готовое решение или быстрее найти, перебирая разные варианты, то, которое нужно. Теперь смотрите. У этой популяции всегда было некоторое количество нейтральных до сих пор генетических вариаций. Они были нейтральны с точки зрения того, что они не были востребованы в строениях нервной системы, в темпах развития каких-то участков нервной системы, в формировании и отмирании связей. Мы знаем, сколько отмирает связей и даже нейронов в ходе индивидуального развития нервной системы. Но эволюция не замечала этого. Представьте себе, что те или другие особи за счет тех или других вкраплений в эти вариации имеют нервную систему, позволяющую им чуть быстрее, на 0,1%, 1% времени найти статистически правильное решение этой экологической проблемы в своей индивидуальной жизни. Что сделает естественный отбор? Мы знаем это по другим исследованиям естественного отбора. Он из этого стога сена, из этой популяции, вытащит как иголку тех и даст им преимущество, у которых есть это однопроцентное преимущество. И теперь эти организмы с этим генотипом, который содержит другое развитие нервной системы, дающее предпочтение к этому обучению, будут более распространены в популяции. На следующем эволюции к ним прибавятся еще другие генетические вариации, которые постоянно как дрейф возникают в нервной системе. Потом другие. Причем обратите внимание, что если популяция большая, то она может накапливать у разных особей генетически разные решения. У одних животных они научились этому за счет таких-то мутаций или генетических вариаций в одном участке нервной системы, и это помогло им. А другие научились на тот же 1% быстрее только за счет других. Но если они начнут скрещиваться половым путем, то разные решения генетические в этом индивидуальном развитии, находимые разными особами, будут складываться и усиливать друг друга. То есть популяция будет эволюционировать за счет креативности мутаций, меняющих развитие у разных особей, кумулятивно и комплементарно складывая их друг с другом. Вот если этот фактор внешней среды действует на протяжении большого количества поколений, десятки тысяч лет, то такая новая интеграция, которая формировалась исключительно за счет обучения, обрастет механизмами, подготавливающими ее к быстрому обучению, когда возникает это внешнее воздействие, или почти ненужному обучению. Почти все будет врожденно гидрохронно складываться. Я объяснил? Да, понятно. Но еще можно такой маленький вопрос. То есть я правильно понимаю ваше объяснение, что в принципе чисто теоретически в одной и той же временной точке в популяции могут присутствовать особи, которые, грубо говоря, достигают одинакового адаптивного результата, но одни за счет как бы лучшей генетической предрасположенности, а другие за счет чуть худшей генетической предрасположенности, но большего опыта, грубо говоря. Да, но эволюция заметит, что те, которые на счет большего опыта, им больше времени потребуется. Если и есть сильное давление в отборе, то те, кто быстрее учатся как в своей индивидуальной жизни, как найти банан, который вырос и стал новым видом пищи, надо его сменить по сравнению со старым, которое исчезло. Те, то есть у которых есть генетическая предрасположенность к этому, изменение вкуса, изменение навыков, каких-то движений, координация нервной системы, позволяющей забраться на дерево, они будут иметь преимущество перед теми, которые учатся этому с нуля. Спасибо. Так, спасибо, Алла. Из-за этого всего у нас вопрос. Сейчас микрофон из зала. Спасибо огромное, Константин Ильич, очень интересно. А у меня такой, скорее, философский вопрос. Вот про кольцевую эту самую проблему, у нас есть вообще шанс приблизиться к ее решению хотя бы вот в каком-то отдаленном будущем или вот она принципиально нерешаемая? Может быть, хотя бы есть надежда, что постепенно двигаясь в том направлении, в каждом из вопросов, мы когда-то сможем прийти к этому решению? Я убежден, что решаю. Я пытался сказать, что если вы прибавите в эту задачу креативную функцию поведения психики на этапе, когда организмы решают свои проблемы в естественном отборе, используя разум и психику, то у вас процесс перестает быть замкнутый кольцевой ловушкой циклом, а превращается в спираль. Он начинает расти. Потому что дальше процессы генетической ассимиляции прибавляют это в развитие. Развитие подготавливает безусловный рефлекс, условно говоря, врожденные функциональные системы. Над врожденными функциональными системами могут складываться новые механизмы обучения новым вещам. Все начинает работать. Спасибо. Ну, угодно ли еще кому-то задать вопрос? Можно вопрос задать? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот как в предложенную схему вписывается существование, ну и какая-то эволюция не было организмов, которые мало способны к обучению? Ну, например, вот процветающие насекомые. Это сложный вопрос. Я не знаю хорошего ответа. Я над ним много думал. Так же, как думал и Дарвин. Одной из проблем дарвиновских размышлений о роли поведения в эволюции были эосоциальные насекомые. Каким образом его идеи ламарковские в значительной степени во второй части жизни о роли обучения могут быть имплементированы муравьев, где есть матка королева и есть рабочие муравьи? То, что рабочие муравьи приобретают, не передается по наследству. Надо думать и искать. Я только одну могу вещь точно сказать. Павел Милославович может здесь многое добавить. У Северцева в его знаменитой работе «Эволюция психика» 21-23-23 года было следующее разделение, что есть два модуса адаптивной эволюции, связанных с поведением. Один свойственен насекомым. Это очень большая генетическая вариабельность поведения. И при этом фиксация только на врожденных формах поведения. Абсолютно стереотипные формы поведения, которые развиваются в эволюции до совершенства. Можно много примеров вспоминать, которые он приводил. То есть, нет обучения, но огромные репертуары врожденных форм адаптивного поведения, которые складывались за счет эволюции естественного отбора. А другая линия – это позвоночные и особенно млекопитающие, у которых адаптация идет не за счет большого набора первичных функциональных систем врожденных, а за счет способности быстро составлять новые функциональные системы по мере встречи тех или иных проблемных ситуаций. И у сердца было очень жесткое разделение на эти два типа. Но чем дальше люди в 20 веке начинали детально исследовать насекомых, да и не только насекомых, других беспозвоночных, тем больше они сталкивались с тем, что то, что считалось полностью врожденным, например, у тех или иных насекомых, требует доучивания. То есть, вылупляясь, например, гусеницы появляясь или бабочки, многие из насекомых вначале плохо делают то, что они делают. И требуется этап доучивания, чтобы то, что нам кажется абсолютно стереотипным врожденным поведением у этих животных, выглядело так, как оно выглядит. Там есть фаза научения. Это первое. А второе, оказалось, что они здорово учатся огромному количеству вещей. В них есть формы ассоциативного обучения, богатые формы ассоциативного обучения, условные рефлексы. И очень многие группы этим занимаются. Спасибо, да. Что-то такое я думал об этом. Вопрос, Жена. Добрый день. Добрый день. Большое спасибо за лекцию. Вопрос по поводу как раз распада, даже не распада. Ну, то есть, есть ли распад функциональных систем? Идет ли эволюция в эту сторону? То есть, если у нас какие-то функциональные системы формируются, и эволюция формирования этих систем закрепляется постепенно, то нет ли закрепления, скажем так, разрушения старых уже сформированных функциональных систем, или это только настройка? Ответы да и нет. Видимо, старые интеграции очень сложно разрушать за счет того, что на них накладываются еще новые, и они являются предтечами очень часто тех адаптаций, которые нужны. И поэтому... То есть, это же послойный процесс. Более ранние системы в развитии являются прослойкой для формирования более новых. Теперь представим себе, что какие-то из этих более ранних систем экология изменилась, и они не очень адекватны. Что делать в этой ситуации? Ну вот один из факторов, который, видимо, использует эволюция и знают эволюционисты – это глобальная гетерохрания. Это не ситуации того, что я рассказывал, системной гетерохрании, когда постепенно накапливаются какие-то вещи, а сильные сдвиги в развитии. Когда организм начинает рождаться в окружающую среду незрелым, неатоничным. И поэтому те функциональные системы, которые должны были созреть к этой резко изменившейся среде, и они теперь неадекватны. Они просто не успевают созреть, а организм должен за счет того, что у него их нет, начать заново учиться. То есть это, если хотите, такой ресет. Вот такие глобальные гетерохрании – это некоторый ресет накопленных функциональных систем, которые стали бесполезны при изменившейся экологии. Да, спасибо большое. У вас еще вопросы? Да. По поводу… в последнее время есть работы, в которых указано, что люди с высоким интеллектом или академическими успехами, скажем так, хуже размножаются. То есть получается, что, естественно, отбор в эту сторону, как бы в развитие высших форм психики не идет. Вот, соответственно, как вы думаете, что закрепляется и наглазнули бы с этим? Первое. Я не знаю самих этих конкретных работ. Просто не знаком с ними. Второе. Чтобы оценить это, надо понять, насколько этот фактор является кумулятивным, стабильным и действующим. Если это происходит на протяжении коротких периодов, то надо же понимать, что все генетические процессы в популяции, они за один или два, или там три, даже за десять поколений не обновляются. То это, думаю, что ни к чему особому не приведет. Другая вещь. Я помню жаркие дискуссии в начале 80-х годов Татьяны Ивановны Беловой и Сан Саныча Нейфаха на школах по биологии, касавшихся вопроса, продолжается ли эволюция мозга. Вы, по сути дела, ведь и об этом спрашиваете, имея в виду интеллектуальные способности. Действует ли естественный отбор? Вот в чем проблема. Мы не знаем хороших, эффективных моделей того, что в человеческой популяции естественный отбор, то есть избирательное выживание тех или иных людей продолжает действовать, чтобы, например, элиминировать интеллектуалов, потому что они плохо размножаются. или, наоборот, способствовать каким-то интеллектуальным вещам, появляющимся в новом обществе, которых раньше не было и которые имеют генетические основы. То есть, коротко, ответа я не знаю. Это А. Б. И я бы не думал, что это значимый, сильно значимый генетический тренд в популяции человеческой сегодня. Спасибо большое. Эволюцию действительно нужно глобально рассматривать. Спасибо. Спасибо. У меня есть предложение. Можно я прокомментирую? Да, конечно. Я, Жанна, это ваш вопрос был. Дело в том, что это очень ненадежные сведения. Понимаете, вот у нас на самом деле работ, которые бы говорили о том, что такой процесс есть, кроме бытового кухонного разговора, что мы вокруг видим, да, что вот интеллектуалы детей рожать не хотят. Но ведь это разговор домашний. А настоящих таких исследований, надежных, если вообще есть, то очень мало. Я бы с этим вопросом, честно говоря, обратилась к академику Ушакову Дмитрию Викторовичу, который интеллектом специально занимается. Думаю, что и у него таких сведений нет. Поэтому я бы... Тут мне, конечно, нечего обсуждать. Уже не говоря о том, что время-то какое должно пройти, это о каких временах речь идет. Революционные процессы же, они же медленные. Я не знаю, Константин Владимирович, согласен? Я согласен. Спасибо, коллеги. У меня есть предложение, во-первых, поблагодарить Константина Владимировича за лекцию. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.